Жителям нескольких домов в юго-западном районе столицы республики приходится оплачивать долги управляющей компании. За горячую воду, которую они пользовались в прошлом году, чбоксарцы платят сейчас, причем гораздо больше, чем за ресурсы, которые потребляют в этом году. Почему так получилось, в ситуации разбиралась наша съемочная группа. 18 тысяч за трехкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров. Сумма в квитанции за коммунальные услуги для Натальи Сараповой в этом месяце стала полной неожиданностью, причем неприятной. 4739 рублей – это ежемесячный платеж, а более 13 тысяч – перерасчет за горячую воду. По однотарифному, по прошлому году, у нас получалось 88,26 за куб. То есть в месяц я платила за 15 кубов 1300, да, получается. Если это прошлогоднее, если брать этот год, то получается, вот мы сложим двухтарифный 160 плюс 1272. 1432, то есть сумма ненамного больше получается, да, разделим на 12 кубов. Получается, куб у нас 120 к рублям, 120 рублей по тысяче с лишним рублей еще должна доплатить. То получается, умножаем 88 на 20, 88 на 2, получается около 150 рублей за куб. Аналогичная ситуация у всех жильцов домов, которых обслуживает управляющая компания «Чапаевец». Я пришла, чтобы взять распечатку, чтобы, ну, показали, откуда, что, как платить. Они мне ничего не сказали. Напишите заявление, будем рассматривать в течение месяца. За период с января по ноябрь 2014 года коммунальные технологии предъявили счета на оплату горячего водоснабжения по двухкомпонентному тарифу на основании постановления, утвержденной Республиканской службой по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 года. Управляющая компания производила начисления, исходя 354-го постановления, по одноставочному тарифу. В однокомпонентном тарифе учтена цена за один куб горячей воды в 60 градусов, а коммунальные технологии выставили счет, исходя из объемов воды и энергии, потраченной на ее обогрев. То есть фактически вода могла быть и 75 градусов, но этот факт им еще нужно доказать, то есть заактировать. По словам работников управляющей компании, в результате различных подходов к расчетам образовалась разница между деньгами, собранными от жильцов, и суммой, которую управляющая компания должна заплатить коммунальным технологиям. Разницу разделили пропорционально потребленным объемом горячей воды между собственниками квартир. Действия управляющей компании в данном случае правомерные. Насколько правомерен перерасчет, сумма перерасчета, мы сможем дать свое заключение только после проведения соответствующей проверки. Мы по каждому обращению будем их проводить. Собственники квартир также готовят коллективное письмо в прокуратуру, а от управляющей компании ждут писем с расшифровкой сумм. Надежда Яковлева, Александр Петров, Андрей Спиридонов, Республика.